Закрою, чтобы комарыни нас не съели. Вот и мой комарик зевнул. Тем временем мы отправляемся в Наама Бэй из этого здания с невысокими потолками в санузле. Опа. Ни корона, бро. Сколько позитивных эмоций мы уже в этом отеле получили. А ужин на самом деле мы намеренно не оплатили, чтобы показать вам улицу Наама Бэй. Она известная улица. Улица центральная. Центральная настолько, что туда хотят попасть из многих стран. Не желаете рюкзачок Виктория Секрет? Не, не, не. А почему же? Ни одной цены, ни на чем. При всем этом здесь можно купить хоть даже кафель под этим магазином. Главное начать разговор. Изначально будет это все доллар стоить, а там уж как пойдет. Наконец-то что-то с ценами мы просто заснимем. 350, 390, 220. Друзья, ну если грубо, умножайте на 5, если вам нужно рубли. 110, да, и это водка. И смотрите, бутылки абсолютно одинаковые, но это водка, виски, джин, форма бутылка одинаковая, ром. Да. Содержимая разная. И цена 110. 110 на все. Текила. Баланчи в Майон Пике, да, наливали. А в Акваблу нам наливали с наклейкой премиум. И премиум было хуже, чем баланчи. Здесь уже стеклянное. И я так понимаю, если стеклянное, оно вот уже и в три раза дороже и поинтереснее. Весь вот этот алкоголь, который вы видите, локал алкоголь, он сделан военными. Производится военными и зарабатывают на нем военные. Давайте по пицце ориентироваться. 95-80 пунтиков. Супчики от 45. Ну, грубо говоря, умножайте на 5, а там уж разберемся. Честно говорю, не знаю, зачем зашли сюда. Думаю, что сейчас считаю до 7, и Маша выйдет из аптеки. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6 с пупиком, 6 с тапочком. Очень большие рейстики с большим количеством посадочных мест. И, конечно, нас принимают либо за украинцев, либо за белорусов. Вот это какое-то классическое такое название в египетском стиле. Ровно точно так же, как и напитки премиум. Виски премиум, такие вот премиум, которые пить невозможно. Мы переходим на вторую линию, на Амабэй. Здесь сувенирка. Сумочки здесь тоже. Сувениры, масочки и тапочки. Картины, конечно, сладости традиционные. И здесь уже музыки нету. А чай надо? Масло сувенирка? Да. Чай, масло. Здесь можно даже не озвучивать, в принципе, что к чему. Просто идти здесь все со всех сторон озвучат. Здесь больше всего людей. В принципе, первое место, где есть люди. Мы не продаем алкогольные напитки. Ну, в общем-то, пошли отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы в бомбическом вообще месте. Здесь мы можем, наконец-то, попробовать то, чего я ждал. Голубь с рисом и голубь на гриле. Сегодня мой фаворит это голубь на гриле. И я его буду есть. Рядом с вот этим прекрасным Махоуна ресторан. И вот этим обменником находится вот этот просто нереальный ресторан. На нем основная вывеска. Она сделана на арабском. И только легонькая подсветочка бегущей строки радует глаз иностранного туриста. Почему? Потому что здесь блюдо, друзья, от 25 местных фунтиков. Здесь находится мой голубь, машина шавурма. О, киски у нас не утаковали. И немножко макарон для миража. А это грин салат, если что. Зеленый. Чтобы вы знали. Ну, друзья, наступил тот самый момент, которого я больше всего ждал. Вот, посмотрите, еще раз посмотрите, какая это красота. То, что садилось ко мне на балкон, когда я жил с мамой. У меня нет злобы какой-то на голубей. Но попробовать я это однозначно должен. Положить, так сказать, в копилку своей гастрономической карьеры. Это невиданное вообще блюдо. Ну, и в этой копилке уже имеется крокодил. Имеется лягушка. Имеется... Смея. Смея в двух видах. В виде супа и в виде кляра. И теперь добавляется голубь. Ну, как? Лягушка. Курица. Это вкус курицы. И косточки даже выжарились. Только в курице в крылышках мяса больше. Здесь мясо совсем сытой. Мне кажется, в грудке, посмотрите, она такая мясистая. Вкус больше чувствуется как раз, чем в лапках. Лягушка. Утка. Лягушка. Но больше утка. Шурпа. Ну и все. Я ел голубя. Принимаю страйки в комментарии. Чем больше страйков, тем больше будет просмотров у наших видосов. Хорошего вам и приятного аппетита. Нет, не переключайтесь, потому что сейчас будет съемка Машиного тест-драйва. Все. В общем, догрызаем голубя. Не думал, что когда-то это скажу. Снимаем и продолжаем на телефон, потому что камера села, стедик сломался. Ну, в общем-то, вот такой вот чек нам выдали на 150 местных фунтиков. И мы довольны? Нет. Остатки, в общем, мы взяли с собой в пакетик. Моя форма 35 фунтов. Вон, у нас 65 голубь с рисом. Мироша макарона 30. Вода 10. И что-то еще 10. Порции большие. Ну да, большие, но... В общем-то, мы оказались в нужное время в нужном месте. Друзья, успевайте, приезжайте, пока здесь еще не отуристичело. Не отуристичестело. Главное, в очередной раз была мечта. Ты пробовал голубя, ты очень хотел. И при чем это дешево? 65. Да. Друзья, голубь от 7 до 15, по-моему, долларов в Каире стоит. Здесь мы его попробовали. Ну, совсем за чуть-чуть. В нашем номере все. Ставим жирную точку. Бабанс! На сегодняшнем дне, потому что день был насыщенный. Постарались заснять многое. И, конечно, теперь постараемся и крепко поспать. Когда люди проходят мимо нашего номера, зачастую мы либо помашем вот так, либо улыбнемся. Мне кажется, если бы не было вот этого куста, тут бы еще пятюню давали. Субтитры сделал DimaTorzok